На карте сожженных деревень Беларуси нет свободного места. Оранжевые отметки – это локации массового уничтожения людей фашистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Эту информацию скрупулезно собирают и помещают в электронный формат сотрудники Генеральной прокуратуры. Весной текущего года Генеральным прокурором Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. К настоящему моменту нами проведен большой объем следственных действий, установлено и допрошено более полутора тысяч свидетелей и очевидцев потерпевших злодеяний фашистов, установлено более 20 ранее неизвестных мест массового захоронения. Рассказать о ходе процесса студентам Брестского государственного университета имени Пушкина приехал заместитель прокурора Брестской области Данил Дерябин. Он подчеркнул, что из полутора тысяч давших показания на данный момент опрошены 922 узника лагерей и более 300 иных свидетелей зверств фашизма. На встрече были засчитаны шокирующие показания очевидцев, а также документы нацистской Германии, где давался приказ об уничтожении мирных белорусов. Захватил с собой рассекреченный немецкий приказ 15 июля 1941 года, даже месяца не прошло. Полевая комбинатура номер такая, это группа Бюрцелья, тема охватывания местного населения. По соглашению с окружным командованием рабочим отделом Пинска, речь идет о территории в Пинском районе, провести тщательное охватывание и уничтожение следующим образом. Истребление будет проведено в присутствии представителей рабочего отдела, окружного командования, районных бургомистров и старост. Комендатуры должны выделить охрану для истребительных комиссий на время проведения истребления. Истребление должно проходить с севера на юг, начиная с деревень южнее реки Ясельда. Истребление провести в боевом порядке с расчетом одновременного охвата двух-трех деревень. Чтобы не допустить ухода людей в леса, необходимо назначенные места перед утром окружить и с наступления дня провести истребление. Только в Бресткообласти в период оккупации были уничтожены, замучены, убиты 159 тысяч 526 мирных граждан, 38 тысяч 858 военнопленных, почти 50 тысяч людей угнаны в плен. Сожжено частично или полностью около 840 деревень. Сложно даже представить себе, что пережили эти люди. И невозможно остаться равнодушным, зная те жуткие факты истории. У студентов была возможность задать вопросы и узнать интересующую информацию. Многие документы касательно этих событий были засекречены. И только сегодня, спустя, сами понимаете, больше уже чем 70 лет, 80 лет, мы начинаем исследовать. Только сейчас мы начинаем понимать весь ужас происходивших на наших землях событий. Память – это основа нравственности и основа совести, несомненно. Для патриотического воспитания населения, для вообще в целом культивации патриотизма это безумно важно. Такие встречи, в том числе с представителями силовых структур и других государственных органов, должны происходить на темы, как раз таки связанные с Великой Отечественной войной на сегодняшний день. Опять же повторюсь, Великая Отечественная война – неисследованный период в истории Беларуси. И она должна исследоваться. И меня буквально радует то, что мы начали наконец-то разбираться, копаться в истории и проливать свет на вот эти вот белые пятна нашей истории. То, как людей допрашивали, то, что они рассказывали, все эти факты, это, конечно, очень впечатляюще и очень затрагивает. И очень тонко подмечено, что почти каждый третий беларус был задет данной бедой. Моя семья не исключение, но я не буду вдаваться в подробности, потому что мы считаем, что это лучше оставить при себе. Я очень понимала, когда рассказывали, потому что сама слышала такие истории. И я считаю, что очень важно такое рассказывать поколениям, особенно сейчас, потому что многие забывают и историю, и историю своей семьи, и что ее необходимо помнить и чтить. Военные преступления не имеют срока давности, а потому даже те, кто считает, что отмыл руки от крови и оправдал себя перед своей совестью, не избежат справедливого наказания.